Музыка 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 Да ну, Кузнец, шесть человек! Да ну, Кузнец, двое, двое! Да ну, Кузнец, двое, двое! О, молодцы, вот так! Сейчас мы что-то будем делать! Всё! Молодцы, готовы, стойте, стойте, сейчас! Сейчас, сейчас! С чего, по-бежим! Я, пожалуйста, отставь, рейтинг-мород! Отберём, буду я, готовь, достаточный, директно! Вот нету, уже! Не можем подышать, че вы не дышите! Выдушьте вы! Значит, маша так же такая, федьян! Так, Саша, Саша, ты мы дышим, дай, пожалуйста, дядякопадай! Мы в самую зеленому ревдоку, сильнее, черная-селеная ревдок! Дома внимательно слушай, не команды! На старт! Внимание! А я еще и здесь хочу! Надо помогать! На! На вторую позицию! Обратите внимание! Вот так! Внимание! Парс! Расскажем, расскажем! Конкурс называется «Комас Утро»! Многие не принимали! Вышло такое! Сейчас должны, скажем, так как мы проведем конкурс «Комас Утро» Мальчик должен встать на колени на колени и на руки То есть он просто стоит в кофе, ну собачки скажем так А девушка должна у него повиснуть Внизу! Вот, до пироту! Держи собачки! Вот там будете видеть! Где-то в прыщине лахнет откило, а? Нет! Товарищи, которые прикрываются! Ага, от рыбалки! На саду! Пожалуйста, на саду и встаньте! На саду и встаньте! На саду и встаньте! Товарищи свой! Да! Вы же давайте следите! Встаньте! Встаньте! А у нас финишем будет, финишем будет! Вот Аня! Встань, пожалуйста, он туда к колбому резал! Вот такой! Так, внимание, стойте, стойте! Сейчас финиш на место встанет! Так, и тренишь дальше, Шурик! Тенишь дальше! Впереда бесплатно! Внимание, варш! Ура! Садимой! Шурик! Прекрасно появляться! Ура! Ура! Стоять! Назад только не кусай, пожалуйста! Назад только не кусай, пожалуйста! Стоять! Давай, идём! Минут по тринадцать полотки остаться потом. А пока подойдите к вашей стране и получите свои призы. Стоять! Вообще, траншею надо сделать. А не надо этой траншеи. Сейчас, смотрю, что все. Полна 33ЕФМ, приём! А-а-а! Человек-то! А-а-а-а! 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 Каташ! Каташ! А в мешке, говорят! Каташ! 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 Вот кто более качественный рожденьший, тот и выиграл. Человек. А-а-а-а-а! Аenga! Пlect really! Каташ! Та пара, которая вот слева от меня, это Кемерова Наталья и Ромка, Роман, значит, Кемеров, все они победили. Всем участникам будут даны призы. Каждый участник получит две справки, два направления психбольницу. А боеграфы получат три направления психбольницы, то есть фамилия и цифры три сзади. Поворотой вперед. Поворотой вперед. Нет, не все. Вперед это куда, Паша? Направление покрывай. Мужика, 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 вы еще. Для бытия посуды. По штанцам нам выпишут что-нибудь. Можно принимать и тем, кто участвовал. Подходите. Тем, кто участвовал. Пошел, пошел, пошел. А, вот так даже мы, даже мы так делаем. Закройте полиэтиленом. Сейчас я немножечко конкурсом. Машина не видно. Абсолютно не видно. Понятно. Так, лежит. Да, подним теплее. Не скажите. Снять с себя всю одежду. Чья первая пара скинула одежду? Открыла полиэтилен, показалось, что она скинула. Всю? Всю одежду. Опять закидывает и меняется одежда друг с другом. Та пара, которая первая полная, за 5 дней, за счетом этого не было. Слова себе! Нет, с досками тоже, как совсем. Да с чем ходите? Ты че? Выкрывайте, смысл там. Ходи, с чем? О-о-о! Ты нифига! За первую полную пироженницу. Я уже здесь. Нет, надо всех, всех показать. О-о-о! Надо всех делать. О-о-о! Юра, давай. Помогите, помяни. О-о-о! 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 Видели, а? О-о-о! Ротовно! Ноги в липки кого-то! О-о-о! Оля, давай! Оля! Морозы стоим, 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 стоим! Смотрите, и Советов не испугались. Ну раз про, ладно. Я вижу, пара повредит ли! Открабай стакан. Открабай стакан. Снимай, снимай, снимай. 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 ... 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 Впервые. Мне всё очень нравится. А как стало возможно, что здесь устроили настоящую дискотеку зимой? Это невозможно. Просто поверьте, что это так. Действительно, это очень тяжело, донести сюда дизель и прочую аппаратуру. Акробатические интюды. Люди, которые здесь собрались в 12 часов ночи в Исаков в горах, действительно несколько необычны. Но только в самом хорошем смысле этого слова. Сейчас дискотека подходит к концу, и завтра все спустятся в долину и вернутся к привычному образу жизни. А вместе с ними и мы. Юрий Петерянинов, Дмитрий Красулин, новости 10 канала по небесной зубе, Кузнецкий, Алатау. Дмитрий Красулин, новости 10 канала по небесной зубе, Кузнецкий, Алатау. Дмитрий Красулин, новости 10 канала по небесной зубе, Кузнецкий, Алатау. Дмитрий Красулин, новости 11 канала по небесной зубе. Чуть-чуть Волочь я здесь бросила Где моя грузка? Вот и моя грузка Валя, я сцепляю Знаете, ты его сцепляешь Вот это, да, сцепить Это, да, сцепить Вот это, да, сцепить Кто идет, сейчас в первую очередь нет тот, кто идет Ну, смотри, нафиг Русские ложки твои, давайте сцепить Куда мы не пойдем Идите сюда Так, алло, народ Кто идет, сейчас ест, кто остается вот второй бодушкой Пройдем на вылез Все, все наедут, больше ничего не будет Пожалуйста, пожалуйста А, вон он А если мы пойдем на дураку, то... Нужно без мяса Без мяса, ладно Да, я сам мясо, думаешь? Ладно Какую заразу? Юрка, тарелку смотри Я уже... Ничего почвы не емут Ты знаешь, что это молоко Оно животного покажет Вот вы сходите, потом мы со сгущенкой мороженой Ну, ну, Юра, ну, Юра Убедитесь? Два Два Юр, давай сначала это Вернемся к слету дураков Ага, все, понял Расскажи, вот знаешь, про историю Почему пик дураков называется дураками? Я слышал несколько версий Ну, одна из версий, которую я знаю Чаще всего все хотят суровости зубьев И вот прискакивают, увидели первую вершину Поднялись и вот мы уже на зубьях Ну, а в общем, эти вершины самые маленькие Самые маленькие И скажу, что, скажем так, и по красоте не самые красивые Потому что дальше большой зуб, малый зуб Верхний зуб, да, смотрится с золотой долиной отлично Ну, и поэтому прискакивают, говорят Мы были на зубьях А это только начало И поэтому их обзывают дурачки Вы дурачки, до самого главного вы не дошли И поэтому остались А вообще-то, вообще-то, их зовут три сестры вершины Они так похожи, три штуки, это самое Две пониже, одна повыше Это еще одно название Сегодня я услышал от Коли Димофеев Что вроде как Пикалгуйский он называется Нет Интересно На Кузнецком Алатау так множество вершин может называться Вернее, одна вершина разная Да, в общем-то Дело в том, что вот, допустим, зубья сами Они большой, малый зуб, там, верхний зуб Потом Запсиб, Пик Запсиба, Пик Вариса Они уже лет 30-40 и носят свои названия А сразу официально как-то такого шорского названия не было Этой вершины Может, там и было, там и просто не было Да, да Возникло как-то Пик дурачков, ну и пик дураков Так это Пик Поднебесный А проводится-то слёт дураков Потому что люди здесь несколько, скажем так, отличаются от тех, кто не входит в горы Или просто под дураками, потому что Дело в том, что Мы проводим целый блок здесь мероприятий Вот начинается всё, чтобы открыть, так сказать, интересно было С развлекательной программы Слёт дурачков Он так и называется Слёт дураков для умных людей Под пиком дураков Вот такое Такое каламбурное название Ну и Чтобы Нормально Народ заехал Немножко адаптировался Акклиматизировался, так сказать Подурачился Кому надо Съехали обратно И Вот с сегодняшнего дня Мы уже начинаем другое мероприятие Вслед за этим, так сказать Робинзонаду нашу Вот как раз теперь вернёмся к Робинзонаде Вот Полуянова называют неугомонным Всё что-то он там пытается какие-то экстремы организовать Юр, скажи Вот люди здесь далеко не будут все спасателями Для чего им нужно вот это вот выживание в снегу И вообще нужно ли это Вдруг это на здоровье, особенно девушек, может сказаться Ну, во-первых, хочу сразу сказать, что На предмет безопасности Мы всё продумываем И стараемся, чтобы даже небольших срывов Там даже болезней не было Ну, простудных даже заболеваний На протяжении двух лет В общем, два раза была такая Робинзонада Что, да, зимняя, именно зимняя С летними проще, да Что дети, дети, подростки ночевали За всё это время У нас только один подросток Валера Плотников Которому почти под 50 лет Да, да, да Получил простуду Остальные все живы, здоровы Даже насморка не было То есть, это всё думается А для чего это надо? Я считаю, что это не обязательно, чтобы они стали спасателями Профессионалами Или вообще, что дальше занимались экстремом Я хочу сказать, что вот наши подростки Наши подростки Особенно мальчики Сейчас растут инфантильными И для того, чтобы они действительно были мужчинами Мужчинами И самое главное, чтобы они знали Как в нужную минуту В нужную минуту Действовать, действовать Для этого вот мы Ведём школу безопасности Проводим Робинзонады Чтобы они Психологически, физически Были и технически Были готовы Готовы Оказать в любой экстремальной ситуации Себе помощь Но и не только себе Чтобы были они активными Чтобы они могли Могли Это помочь окружающим Допустим Происходит, к примеру Дорожно-транспортное происшествие Автобус там Плюс переворачивается и так далее Соответственно, паника Два-три человека хотя бы есть Которые в этой ситуации Сразу сконцентрируются Остановят народ Паники не будет Значительно меньше жертв будет И так далее И в любой другой ситуации В любой другой ситуации Я считаю Каждый мужчина Должен оказать Первую помощь Должен уметь развести костёр Должен Да, именно в снегу Должен Допустим, если он оказался один Должен суметь Суметь Выжить Выжить И помочь выжить другим Тогда я считаю Это активная позиция И вообще Долг наш Педагогов Родителей Научить этому детей Обязательно По причине того Ведь самое дорогое Самое дорогое Это Жизни наших детей Поэтому Если мы их подготовим К тому, чтобы в любой ситуации Они смогли выжить Это и я считаю Мы сделаем Самое большое дело А уже Уже потом Потом К этому Конечно Обязательно Надо приложить Воспитание Образование Хорошее И так далее Ага Ну и пару слов Юр А вот в прошлом В прошлом Зимнюю Робинзонаду Там были жесткие Такие условия То есть нужно Переночевать Значит В пещере Там Как-то обойтись Без огня В общем Без обогревания Как вот В этот раз Они как-то Изменили Жестче стали И вообще Какие условия Этой зимней Робинзонады Дело в том Что у нас тут Был определенный Перерыв Перерыв И поэтому Мы в принципе Подошли Ну С теми же мерками Что были раньше Это нужно Нужно Стандартно Стандартно У участники Двойками Тройками Разбиваются Подростки Нужно вырыть Пещеру Вырыть пещеру Устроить себе Быт То есть Организовать Самим Самим Питание Горячее Организовать Ночевку Ночевку Не имея Просто Необходимый Минимум В общем То С чем они Могут оказаться Ну Практически Это одежда Одежда Может спальный мешок Коврик Нож И все Даже вот Это самое Ну сейчас у них котелок Будет небольшой запас продуктов Ну вот они все Должны организовать Без помощи руководителя Сами Потом Психологически Вот Надо Это довольно таки Сложно А теперь Вот еще такой вопрос Сколько человек Приехало Сюда Ну скажи На Робинзонат Там или Дурслет Вот и какие города Собралось У нас С различных Территорий Кемеровской области Это город Кемерово Город Новокузнецк С Междуреченска Были А это На дурацкий слет Взрослые На дурслет Так сказать Еще раз Вот это Фу не надо было Собственно говоря Собрались взрослые И подростки Дурслет Был рассчитан так Что Блок был Игр И для взрослых И блок Для Подростков Я думаю Все побесились Повеселились Я думаю Человек 120 было В общей сложности Хотя Погода Помешала Одновременно Всем туда Подойти Такой большой Массовки А то может быть И больше Да Может быть Больше было Последний вопрос Какие твои Дальнейшие планы Помимо Еще зимних Робинзонатов Летних Что-нибудь Планируешь Раньше Ты ходил Раз за три На Белуху Да Да Ну Суббота Воскресенье Суббота Воскресенье Это порядка 100 километров С одной ночевкой В экстремальных условиях То есть народ Стартует Стартует Всем выдают На старте Карту Значит По одной карте На брата Они стартуют Через Ночуют Там Через 100 120 километров У них будет финиш На финише Сразу Кто первый пришел Там приз хороший И так далее Вот такое мероприятие Хочется сделать Ну понятно Внимание всем Внимание всем Через два часа Через два часа У нас Общий сбор Нашей робинзонады Открытие И семинарское занятие Выражаем глубокую благодарность Фирмам хлеб-сервис И гидромаш За помощь в проведении Робинзонады Две тысячи Спасибо Может от двух До двадцати пяти тысяч долларов Стоит Какая она Я не знаю Шестнадцать А? Шестнадцать Ну вот я же говорю Это однако Больше Ты правитель Ну вот Самое замечательное Что я в свете Все равно у меня лучше Не пышьте Со своей балалайкой Кроме того Что стелите лапник Кроме того Что стелите лапник Еще конечно Полиэтиленчик Обязательно И сверху куврик Сколько вы ее строили Ну вот где-то Мы строили ее Около двух часов Это самое большее Но Здесь что плохо попалось Вот Когда раньше было Оттепель была И поэтому снег сверху Слезал И прослойка Такого Вырубать сложно Очень Оказалось Так круто Но повезти Приезжаем Быстро Двоним домой Чтобы Затем Ребят Вот Площадка обозначенная Можете вот так Тут все будет происходить Вот на этой площадке Выстроимся Все Командами Подъем флажа И все остальное День добрый Друзья Я рад вас Приветствовать На поднебесных зубьях Начинается Наша Третья Робинзонада Зимняя Имеется ввиду Я надеюсь Надеюсь Что она Пройдет у нас Без Различных ЧП Экстремальных Условий Здесь достаточно Вам и так Ваше Выживание Зимних Условий То есть Имея Минимум Вы должны Устроить Себе Жилище Устроить Очаг Вот такие Наши задачи С вашего позволения Так Равнение на флаг Не спешите По-любому По-любому Побыстрее Побыстрее Кошмой Вещи Да вы Просто Нагрит Все Хватит И после Последних БЦУ Ваших Руководителей Пожалуйста На Выживание Так Давайте Где-нибудь Вот здесь А ну Прямо Вот здесь И будем Стоять Сейчас Две секунды Минимум Не так Много Ну Первое Это Вы должны Быть Соответственно Стоять 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 Прямо под тобой Прямо под рукой Красненько Красненько Папа 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 У меня там Ну Моей жены Брат Ну его знает Зачем так светло? А так лучше Ты не маят Да Дима Не снимай Не снимай как я плачу Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Погоди хоть я сопли вытру Юра Давай сейчас это Конечный центр написан Задим шоу второй сюжет Субтитры подогнал «Симон» «Симон» «Симон»